Ну давайте я вам покажу, какой он в разрезе, чтобы вы видели и могли себе создать свое впечатление об этом торте. Вот такой вот у меня получился торт в разрезе. Вообще, торт «Сказка» один из моих любимых, или скажу по-другому, он входит в тройку из любимых моих тортов, таких как «Прага» и «Торт Спартак». Ну, торт «Спартак» у меня есть на канале, если вы хотите, можете посмотреть, ссылку я оставлю. Да, в начале видео я забыл упомянуть один момент. Яйца должны быть комнатной температуры. Вес одного яйца примерно 50-55 грамм без скорлупы. Никакой соды, никакого уксуса и никакого разрыхлителя в бисквит я не добавлял. Количество крема, которое я использовал для приготовления торта, соответствует действительности. Мало ли у кого появятся вопросы по этому поводу. Так вроде бы все. Желаю вам приятного чаепития. И снова здравствуйте. Сегодня я решил приготовить торт «Сказка». Но не тот, который вы знаете из времен СССР в форме рулета. А круглый. Ну, мне просто так удобней. А по вкусовым качествам он не будет ничем не отличаться от рулета. Если кто-то мне не верит, мы можем поспорить на косарь евро. Посмотрим, кто выиграет. Сумеете ли вы угадать, где рулет, а где не рулет. Количество всех продуктов вы, как всегда, найдете у меня под видео. И я буду придерживаться госовских норм. Единственное, что я сделаю меньше, это пропитки поменьше сахару. Да, и возьму двойную порцию, так как у меня в семье этот торт любят. Поехали! Для начала просею муку с добавлением крахмала кукурузного. Если кто-то не хочет добавлять крахмал, то может сделать чисто на муке. Пропорции для муки и для крахмала я укажу под видео. А вы решите для себя сами, какой вариант вам более приемлемый. Вот видите, казалось бы, мука чистая, а все равно что-то попалось. Поэтому муку всегда просеивайте. Мой вам маленький совет, чтобы не попало вам стекло, не дай бог. Еще раз тщательно перемешаю, чтобы крахмал равномерно распределился по всей муке. Можно, если хотите, просеять еще раз. Но я уже не буду этого делать. Следующим шагом я форму диаметром 26 см выселил пекарской бумагой. Борта ни в коем случае маслом не смазать. Ни в коем случае. Потому что бисквиту нужна сила, он должен подниматься. Иначе он у вас просто в духовке, начав подниматься, опадет. Поэтому никакого масла, никакого жира. Духовку я уже включил на 160 градусов без конвекции. Пока просто прогревается. Далее яйца отправляю в чашку. В чашку нужно взять побольше, потому что масса увеличится в разы в размерах. Для начала яйца слегка просто разобью. Этого будет пока достаточно. Далее из-под крана я взял теплую воду. У меня вода 40 градусов. Этого будет немного маловато. Поэтому я добавлю чуть-чуть кипяченую, чтобы она была горячая. Но горячая до какой степени? Не более 60 градусов. То есть, чтобы рука как раз только терпела. Этого будет достаточно. Это как бы своего рода водяная баня. Но не совсем баня. Потому что чашка все-таки будет находиться в воде. Ну и теперь начинаю взбивать. И постепенно ввожу сахар небольшими порциями. До полного его растворения. Сахар у меня полностью растворился. И теперь я взбиваю всю массу ровно 10 минут. На самых высоких оборотах моего миксера. Мощность у него всего 300 ватт. Но этого будет достаточно. Ровно 10 минут. Чтобы масса у меня получилась пышная. Правило в 10 минут всегда у меня работало прекрасно. Масса получилась воздушная. Так как и должна быть для бисквита. И теперь вводим муку. Хорошо промешиваем. Снизу вверх. Чтобы мука полностью распределилась по всей яичной массе. Чтобы она у вас не упала где-нибудь на дне одним комком. Еще раз пройдусь лопаткой. Чтобы убедиться, что мука у меня полностью распределилась. Массу отправляю в форму. Так, 160 градусов для начала, для начала, на полчаса. Возможно мне понадобится немного больше. Об этом я сообщу. Почему я выпекаю на 160 градусов? Потому что бисквита у меня много. И чтобы он пропекся, нужно его печь равномерно. А тесто для бисквита этой минимальной температуры 160 градусов будет достаточно, чтобы бисквит полностью пропекся. Так, друзья, в общей сложности бисквит у меня пробовал в духовке ровно 50 минут. При этом духовку я не открывал. Если вам мало ли вздумается открыть духовку, то не делайте это раньше, через 30 минут. Иначе бисквит у вас просто-напросто потом осядет и все. Ну, чтобы удостовериться, что бисквит у меня пропекся, используем принцип сухой палочки. Как вы видите, никаких остатков теста нету, значит бисквит у меня готов. Дам ему буквально сейчас 5 минут постоять, затем переверну и оставлю на решетке дальше остывать. После того, как он остынет, выну его из формы, заверну его в пищевую пленку и отправлю в холодильник до следующего дня. Для тех, кто очень чувствительен к запахам яиц, могу порекомендовать лишь следующее. Что маленькую часть сахара заменить на ванильный сахар или просто на ванилин. Было бы странно, конечно, что при таком количестве яиц бисквит не имел запаха яиц. Но это лично мое мнение. Ну, а теперь давайте займемся кремом. Масло я уже как таковое взбил. Взбивал я его примерно минут 7 ручным миксером до белого состояния. Так сразу, чтобы я потом просто не забыл, добавлю сюда ванильные эссенции. И пока просто-напросто уберу в сторону. Далее мне понадобится сахар, чашка. Я заберу отсюда просто 4 столовые ложки. Уберу в сторону. Далее в кастрюлю я отправляю 240 мл молока. И сюда же всыпаю весь сахар. Отправляюсь к плите и доведу молоко до кипения. Сахар у меня уже за это время весь растворится. Пока молоко закипает, к тому сахару, то, что я отложил в чашку, добавляю 2 куриных яйца. И тщательно перемешиваю. Молоко закипело. Я для удобства перелью его в мерный стакан. И тоненькой струечкой подстелю мокрую тряпку, чтобы чашка у меня не плясала. И тоненькой струечкой буду вводить в яичную массу. Очень важно тоненькой струечкой, просто чтобы яичная масса не сварилась. Эту основу я обратно переливаю в кастрюлю. И отправляюсь к плите. И буду варить основу до ее загустения. Температуру для уваривания я включаю высокую. Из 9 возможных это 6. На такой температуре я жарю мясо. И при непрерывном помешивании, чтобы основа у меня не пригорела, начинаю ее уваривать. Отставлю кастрюлю в сторону, потому что масса у меня уже готова. Чтобы убедиться, что масса у вас готова, делается очень просто. Бороздка остается, масса готова. И тут же, не отходя от кассы, так как дно кастрюли еще горячее, сразу переливаю в чистую чашку. В массу добавляю 2 сантилитра коньяка. Здесь смотрите, если вам алкоголь категорически противопоказан, то этот шаг можете пропустить. Если же вы делаете для детей, то можно прибегнуть к следующему трюку. Просто-напросто вот эти 2 сантилитра коньяка или 3 столовые ложки. Просто-напросто подождите, весь алкоголь у вас удалится. Останется только вкус. И добавьте его в основу для крема. Но это как подсказка, если мало ли у вас возникнут вопросы, чем можно коньяк заменить. Либо ничем, либо сожгите алкоголь. Вот и все. Теперь основу накрываю пищевой пленкой, чтобы она не заветрилась. И отправляю либо в холодильник, если это лето, или на балкон. Если температура за окном это позволяет. Ну что, продолжим дальше. Готовлю теперь пропитку для торта. Сахар. Воду. Воду я уже заранее скипятил. Отправляю на плиту. С бисквита я вчера уже все срезал, что не нужно. Остатки его подсушил в духовке при температуре 120 градусов. Просто, чтобы они не сгорели. Ну и теперь всю эту массу измельчу. Она нам понадобится для посыпки торта. И в крошку добавлю 2 чайные ложки какао-порошка. Его я также просею. Все тщательно перемещаю. Посыпка готова. А в это время у меня приготовился сахарный сироп. Я его немного остужу. И добавлю опять коньяк. 2 сантилитра. Пока сироп остывает, я доведу крем до ума. Обратите внимание, что я его делаю в металлической чашке. Делаю это сознательно. На случай, если мало ли у вас крем расслоится, его можно реанимировать при помощи горелки. То есть слегка по бортам ею проходиться, немного подогревая. И далее использовать погружной блендер. Вы опять создадите полноценную эмульсию. Но это так вам лайфхак на всякий случай, если что-то мало ли пойдет не так. Жидкую основу добавляем малыми порциями, чтобы создалась эмульсия. В общей сложности крема у меня получилось 950 грамм. Да, и крем, как правило, я взбиваю. Чашки, поставленную в раковину. Ну, чтобы брызги не летели во все стороны. Следующим шагом я разделил крем. Я сейчас вам не буду говорить, сколько чего. Это все я укажу в рецептуре, чтобы вам просто не путаться. Значит, эту часть я возьму на листочки, эту часть я возьму на розочки, эту часть для смазывания крема, а эту часть я добавлю какао-порошок. Это будет верхняя часть. Да, скажу сразу, что я не мастер украшать торты. Это уже на ваше усмотрение. Я вам покажу, как сделал я, а там вы уже включайте свою фантазию и делайте, как вам заблагорассудится. С цветочками, с грибочками, с ежиками. Здесь полет фантазии не ограничен. Для крема, который пойдет на верхнюю часть торта, я сразу добавляю 2 чайные ложки какао-порошка. Обязательно его просеете, потому что, видите, остаются вот такие вот комочки. Все тщательно перемешаю. Готово. Ну, а теперь давайте разберемся с бисквитом. Нарежем его на 3 коржа. Делаю это просто. Для начала при помощи ножа слегка надрезаю. А далее просто нитью, потому что бисквит очень пышный, очень мягкий. И это самый такой надежный, или, возможно, один из надежных методов, чтобы срез получился гладким. Первый пошел. Как вы видите, бисквит очень рыхлый. Коржи готовы. И теперь мне их нужно будет пропитать. Сироп уже подостыл. Отправляю сюда коньяк. И обильно пропитываю нижний корж. Обильно. И аккуратненько распределяю крем по поверхности бисквита. Следующий корж. И все то же самое. И в этот момент камера начала жить своей жизнью. Что-то пошло не так, она отключилась. Значит, здесь ничего страшного нет. Далее я также промазал корж кремом. А последний корж, он находился у меня в тарелке. Я его также пропитал. Сверху накрыл другой тарелкой. Перевернул. Тарелку снял. И аккуратненько корж, потому что он был уже очень хрупкий, так как он пропитан, спокойно переместил на торт. И оставшимся кремом промазал борт. Чтобы масляный крем максимально ровно был распределен по всей поверхности торта. Палетку можно подогреть либо газовой горелкой, либо горячей водой. Этого делать не обязательно, но как вариант можно использовать. Ну и теперь я аккуратненько нанес крошку на борт торта. А остатки крошки при помощи кисточки опять собираем в тарелку. Выбрасывать в них не стоит. Использовать крошку можно при приготовлении следующего торта. Или как вариант картошку. Я имею ввиду пирожное картошку. Перенесу торт на чистую тарелку. И продолжу его украшение. Для нанесения крема на верхнюю часть торта я буду использовать вот такую вот насадку. Вы, конечно, за неимением насадки просто можете нанести крем и точно так же палеткой его нанести по всей поверхности. Ну вот, верх готов. Ну и теперь, конечно, еще крема немножко у меня осталось. Можно исправить эти погрешности, которые у нас тут имеются. Либо сделать точно такой же ободок, либо какие-нибудь фигурки, узорчики, розочки. Это на ваше усмотрение. Ну вот и все. Чтобы крему не пропадать, все, крем у меня в руках стал теплый, уже узор потерялся. Имейте в виду, что старайтесь наносить линии довольно быстро. Торт пока уберу в холодильник. И подготовлю крем для листочков и для розочек. Так, ну вот и все, крем готов. Значит, для листочков я буду использовать вот такую насадку. Не знаю, видно вам или нет. Поднесу поближе. Да, я заметил ошибку, но уже было поздно. Для листочков нужно взять вот такую вот насадку. Я взял не ту, неправильную. А для розочек вот такую. Я как-то уже ими пользовался очень давным-давно. Как получится, не знаю. Сейчас посмотрим. И крем я ненадолго заброшу в морозилку. Он должен быть плотным. Ну иначе просто розочки не получится. Ну вот, ребятишки, мы подошли к финалу. Это, конечно, не тот торт-сказка по виду, который вы знаете. Но по вкусу он один и тот же. Что еще шло этому торту? Шли цукаты. Но так как цукатов у меня нету, я добавлю айвового мармелада. Кстати, как делается мармелад, есть у меня на канале. Ссылку я вам оставлю. Нарезаю мармелад и распределяю его на те части торта, где видны какие-то особые погрешности. Чтобы просто-напросто их скрыть. Да, касаемо насадок. Вот таких, вот таких. Вот мое личное мнение, это все ерунда. Хрень. Я бы такой не покупал. Это не те цветы, которые бы я хотел видеть. Ну что, последние штрешочки. Накидаем произвольно. Ну вот, собственно говоря, и все. Я надеюсь, что это видео вам было полезным. С технической стороны подхода к нему. Желаю вам всего самого доброго. И до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok